Ку-ку-ку, ку-ку-ку. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я, ебаный рот, когда-нибудь высплюсь нахуй. Отвечаю, я вспоминаю слова бабушки, которая говорит, на том свете выспимся. Вот, наверное, на том свете и выспимся. Я никогда не высыпаюсь, у меня уже мешки в мешках нахуй под глазами. Сука, буду собирать что-то в них. Так, во-первых, смотрите, какая красота, ребята. Прямо вот Марина. Во-вторых, сзади меня стоит хозяин забегаловки ебанчей. Билли называется. Сейчас сделаем ее распаковку, расскажем про бургеры. Сколько человек отравилось у вас? Семь человек всего отравилось, ребят. Ребяточки, если вы видите, название заведения называется Билли Бургер. Это Артур, непосредственно владелец этого заведения. Это чебуречный ебаный засадый. Сейчас мы пойдем внутрь и посмотрим, как там все устроено. Мне самому, правда, интересно. Потому что он говорит, это хуйня эксклюзивная. И такая вообще одна только вообще на весь мир. Ну, скорее всего, пиздец, но по лицу видно. Но мы это глянем. Пошли внутрь и рассказываем. Панасоника телевизор, представляете? Я думал, такие в 60-х годах уже по пи***е пошли. Кавкомовские, видите? Кайф и Пакмэн тот же самый. И все совершенно бесплатно, прикиньте, можно поиграть. Посадочные столики. Ну, все красиво, типа неоновые вывески. Но нас не наебешь. Пошли на кухню, веди. Я сейчас буду перчаткой белой брать эти пробы. Ну, пока чисто, пока чисто. Это индийский бейсбенд. Танцуют они со слонами? Можно, можно. Извините. Извините за расизм. Пожалуйста, наша морозильня. Ох, ебать. А здесь комфортабелее, нахуй. Сколько здесь температура? Минус 74, нахуй. Заснимите. Минус 18. Булочки? Булочки с Америки. Вся продукция приводится с Америки. Серьезно? И мясо? И мясо с Америки? Майангус. Это в переводе черный ангус? Показываешь? Потом, потом. Нет, что по отечественному производителю. Про байденский б***ь. Так, я сейчас возьму, я тебе говорю. Я сейчас... Тобар хороший. Ну, вроде чистенько. Это тоже холодосы? Да, это все наши холодосы. Я могу любой открывать прям? Конечно. Посмотрите. А вдруг там мышь висит нахуй, либо таракан пробежал? Изюм, б***ь. Смотри, меня не наебешь. Я та еще, Ольга Фреймон, б***ь. А вот здесь что? Откажешься. А, б***ь, это мясо. А я думал, попался. Я думал, нога там, человечея, б***ь, прикинь. Так, пошли дальше. Салам алейкум, брат. Кухня, да? Да. Ну, выглядит классно. Так, подожди, у тебя вся продукция, реально все ингредиенты, то есть булки и мясо везется с Америки. Мясо приводится раз в неделю охлажденное с Америки. Разделывается тут, фармуется в наши котлетки, пожалуйста. Это одно. Мы посмотрели техническую составляющую, ребятки. Нас не наебать. Теперь мы пойдем посмотрим. Ну, вон, сидит чувак хавает. Пошли у него спросим, как он. Здравствуйте, молодой человек. Скажите, вкусно у вас? Да, мне нравится. Ну, вам правда нравится? А ну, дайте. Можно я уебу ваш бургер? Я маму этого бургера, еб***ь, как вкусно. Вкусный бургер у меня. Да что, вам нельзя есть. Вы посмотрите на себя. И бургер, бургер, бургер. Спасибо. Проверку прошли. В общем, ребятки, если в двух словах. Если вы будете в Дубайске. Я это локация, правильно, братан? Покалок, Дубай, Марина. Ну, что-то про мать мою сказал. Покалок, я не понятно. Ориентир в мечеть. Спасибо большое. Передашь привет всем? Ребят, привет всем. Все, заеб***ь, хорош. Еб***ь, мой хуй. Я когда-нибудь перестану вот этим умиляться, восхищаться. Сила, да, каменные джунгли. Ну, это реально очень красиво. Слышите, я параноик или вам кажется тоже, что вот эти два корабля, как два кроссовочка. Смотрите, надел кроссовочки и попи***л. Ладно, извините. Еб***ь. Еб***ь, что сейчас будет, братва. Смотрите, здесь какой об***й туалет. Ну, вроде бы ничем не примечательный, но значки. Ля. Вот так вот ссать нельзя, прям на крышку. Вот так вот нельзя. А я ж хотел, б***ь, сейчас вот так вот встать, б***ь. И вот так вот еб***ь, б***ь. И вот так вот нельзя, через себя. Поэтому Роналду тоже еди нахуй. Вот как можно, просто писать. Так, примеряйте ваше пальто. Ой, как блестит, девочки, как блестит. Примеряй. Такой третийный момент. Боже, какие ногти, а руки страшные, б***ь. Как шахтер какой-то. Не-не-не, я надел. Все, супер, идеально в размерах. Ой-ой-ой-ой-ой, повыпендриваемся чуть-чуть. Но это не сейчас, ребят, расходимся. Это на Новый год. Смотрите, девочки, какой красивый шарик из цветов. Я пошла к нему, девочки. Ай, жених. Тупо каждая мать на отдыхе. Сидим в заведении и хотим заказать люля из верблюда. Как думаете, заказываем, попробуем? Люля из верблюда, б***ь. Это с картошкой, люля. Это с верблюдой. Это курица, это баранья. Люля с верблюдом за шобу. Верблюдо. А, приятного аппетита. Люля с верблюдом, спасибо. Капает. О, глянь, у меня горб вырос, б***ь. Люля с верблюдом. Что, ебанулись? Четыре утра, ложитесь спать, б***ь. День рождения отметили, б***ь знает чей. Но весело, б***ь. Распаковка на. Приехала какая-то жирная б***ь. Подарила мне какую-то... А не, я о другом подсказал. Да, да, да. Ты, Саня, не переборщил. Думал две недели, что тебе подарить. Так, это коксик и гаражик, да? Да, брал. Интерстеллар, ребят. Кто не знает, это классная комедия корейская. В кинотеатре, да, я ее смотрел? Спасибо. Я с тобой фильм смотрел. И когда я его посмотрел, сразу пошел искать эти пластинки, чтобы... Спасибо. Желаю тебе крепкого здоровья, чтобы ты еще набрал килограмм четыре стана. Я стремлюсь к этому тусу, б***ь. Ребятки, всем привет. Узнаете людей. Вы все вместе собрались. Для чего? Через 15 минут запускаем, б***ь, нас лошадьмина. Брат, можешь померить? Куча, вроде меня. Блин, сяга, новый сезон. Снимайся. Е, б***ь. Давай. Ага. И сумочку. Фэшн уб***ь. А, это фото? Я видео снимаю. Ребятки, вы знаете, в каком месте? Это шоу-рум. Ну, типа студия дизайна. Вот как могут выглядеть кухни. Вот так вот. Друзья, я хотел вам показать. У меня, знаешь, какой вопрос всегда? Смотри, брат. Вот холодильник. И у меня всегда вопрос. Тут можно жрать вот эту всю хуйню? Это ж настоящие киндеры, б***ь. Кто в ответе за это? А? Это? Что? Блин. Она пустая на ебалово. Су**а. И все, мы после отсюда. Расходимся на ебаниново шоу-рум, б***ь. Ребятки, смотрите вид. Сейчас охуеете. На счет 3, 2. Бам. Красивая девочка. Охуеетельная. Что красивее? Вид или я? Бурж-Халифа на руке. Да, да, четко сейчас. Четко Бурж-Халифа на руке. Вот так вот. Отлично. Только скоси глаза. Самолет. Б***ь в курилках в аэропорту, кайф. Зашел и сразу накурился. Даже не надо курить, прикиньте. Аж глаза режет. Сэнкью. Них***ь нас с аэропорта встретили. Смотрите, там за телевизором водитель сидит. Представляете, а нас везут в машинке. Называется, знаете как? Маубач. Мерседес Маубач. Что делаем, пока едем? Смотрим вписку с бустером. Б***ь, Славик ас**ительный тип. А ехать долго? Ехать часов 16 на***. Смотрите, здесь все как атмосферненько. Вот это все ветчина и колбаса. Вот это все стейки, ребра и мясо. Это просто пипец. Вы посмотрите, там мясо. Пошли дальше. П***ь здесь пушка вообще. Вы поняли? Типа формат шведского стола. Ну типа ты подходишь, набираешь все, что... Ебать! Ну все. Все, давайте. Всем пока. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ребятки, вы поняли, что это такое? Это типа фикс-меню. То есть ты заплатил за вход, и дальше тебе вот это ставят. Он как начал ставить тарелки, я не пойму, для кого это. Здесь отвечаю, но едется вся моя улица, на которой я живу в Китае. Ну куда это для двоих? Короче, моя оценка 10 баллов из 10 этому заведению. Ебать, как вкусно. Ну вот так, ребят, выглядит летняя площадочка. Тоже забитые беседочки. Вот так на улечку выходишь с сигареткой и с турецким чайком. Сука. Так как же это оху**ительно. Это очень круто, когда каждое утро начинаешь с физических упражнений, с фитнеса. Вот я начинаю с фитнеса. Батончика. Это считается за фитнес или нет? Так не хочется этого делать, и у меня впервые подобная хуйня, чтобы отель 5 звезд и такая полная поебота. В плесени, ржавчине, старый, блядь, какой-то, кореженный. Я вообще не пойму, не хочется их хуйсосить, но я вам сделаю распаковку честную этого номера. Я вам покажу все как есть. Номер дорогущий, блядь, но такая залупа. Надеюсь, меня не ебут здесь в Турции. Хозяин этого отеля не найдет где-нибудь и не ебут меня. А выложим потом, да, распаковку? Когда улечу, выложим. Ха, подстрахуюсь чуть-чуть. Ребятки, ну что, как и обещал, поехали. Роспа Коукана. Кроун Плаза 5 звезд. Турция на берегу Мраморного моря. Все должно быть за ебут, но есть нюансы. Первое, что бросается в глаза, ну вернее в нос. Сразу заходишь и стойкий запах молочницы. Как будто человек не мылся дней 14 нахуй. Потрясающе, скорее всего, от моря запах. Так, ну поехали. Здесь шкаф, понятно, да? Неплохо. Какие-то подушки, утюги, блядь. Ну какая-то свалка. Вон гладильная доска. Здесь претензий нет. Все в принципе нормально, просто все в пятнах, блядь. Ну такие вот уже типа плесени какой-то. Ну опять же, это если доебываться, знаете, в принципе терпимо. Я ж блядь не с нормальной семьи. Итак, душевая, умывальник, унитаз. Здесь вот какая-то сушилочка, типа кофе, чай. Кофе машины нет, блядь. Понятно, все растворимое, да? Ну хорошо, бутылированная водичка. Телевизор. Знаете, что бросается в глаза? Вот такие вот мелкие хуйни. Ну то есть, блядь, и весь пол в каких-то пятнах. Знаете, вот такое ощущение, что ковер вот этот, такое ощущение, что прошел Вьетнам, блядь. Он должен быть другого цвета, но я просто знаю, как он должен выглядеть. А здесь как будто вот несколько раз сходили по нужде. Вот, и здесь вот какие-то дырки, блядь, пятна. Стол, ну вот, вам тоже вряд ли передаст. Ну вот, смотрите, чистота. Дальше, вам вряд ли передаст диван по свету. Но он аж в пятнах все, блядь, в каких-то старых. Пошарпанная, блядь. Это, если что, пятерка. Даже вот светильнички, блядь, они все в какие-то в разводах, блядь, замазанные. К сожалению, камера не передает это. Но вы бы увидели. Опять же, я не доебуюсь, но это пятерка. Ребят, ну, блядь, ну соблюдайте уже хоть как-то. Так, ладно, погнали дальше. Здесь вот такая столешница. Здесь все, естественно, платно. Опа. А сегодня будет ебать. Не знаю, с кем кума тратит. Так, мини-бар. Тут водки какие-то, блядь. Кока-колы, рыббуры. Вот это, что больше всего раздражало. Смотрите, сейчас открываем дверь. Она здесь открывается, как-то отъезжает. Ну, вид забить, да, обещали первую береговую линию. Но здесь забор. Поэтому видно вот такой кусочек моря. И вот там стоят корабли. Вот такая, блядь. Вот здесь все просто потрясающе. Это уже я положил подушки, если что. Они здесь не лежали. Были тупо ржавые вот такие вот хуйни. И подушек не было. Я думаю, боже, с каким же комфортом. Вот, пол тоже, вы понимаете, да, что это за пол? Он вроде бы должен смотреться красиво, но... Слышите, а сейчас я посмотрел, вроде при дневном свете нормально все выглядит. Че я доебался? Даже красиво все. Вот, на бассейн приплывают чайки. Попить воды хлорированной. А потом под хлором начинают доебаться до людей. Ты откуда на... Ладно, что-то я действительно просто так доебался. Нормальный более-менее номер. Что-что, понесло тебя, пидрила? Братва, а что вы пришли? А? Сейчас я поговорю с вами, мои хорошие. А! 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 На меня люди смотрят, как надо ебать. Важно. Так у них тут полпати, слышите? Сейчас подвезут алкоголь, рыбу. Наверное, пиво пьют, раз с рыбой. Короче, гуляют, ребята. Многие из вас бывали в Турции, я правильно понимаю? И скажите, пожалуйста, какое блюдо мне нужно обязательно попробовать? Мне просто рассказывали, что на Босфоре где-то есть. Вылавливают прям рыбку свежую. И ее ложат в батон, блять. И поливают лимонным. Как-то это называется, я не помню. Ну вот, мне сказали, это обязательно попробовать? И что еще нужно попробовать? Так, чтобы вообще завалить ебало? Настолько вкусное было. Короче, кто что пробовал, отпишитесь, пожалуйста. Блять. Мы попробуем. Ну что, погнали. Наша постоянная рубрика «Заваливаем ебало от красоты». Три, два, гоу. Ебать. Вы посмотрите, это как будто фотообои. Это как будто нереальное что-то. Да как же красиво. Ну давайте подведем небольшой итог. Короче, как это все было? Положили меня на стол. На стол, на. Прикиньте, посредине бани. Мужики ходят с огромными ебьями. Положили на стол и намазали медом. Ну или не мед, это был какой-то пахнущий скраб. Дальше знаете, что он начал делать? Берет черпак и поливает меня. А давай монеты мне нахуй положи на глаза, чтобы Аид там меня провел в царство. Ну я не знаю, что это за традиция такая. В общем, потом дал мять. Ну как мять, это я не назову массажем. Это тупо избил меня нахуй. А в общем, отличный. Вот так вот. Потрясающе. Всем рекомендую. Ребятки, утро доброе. Смотрите, какое небко. Просто завалите ебало. Красота какая. Здесь есть бассейн снаружи и есть бассейн внутри крытый. Также, когда мы заселялись, нам тип сказал, что здесь последнего поколения спортивный инвентарь завезен. Здесь просто ебейший тренажерный зал. Кому он это нахуй рассказал, скажите мне? Зачем мне нужен тренажерный зал? Мне бы, если бы сказал он, что люля последнего поколения. Вот это бы да. А тренажерный зал нам нахуй не надо. Свой вайбик, да, какой-то? Вечно орет, матерится, едет на всех. Ну, такой, знаете, импульсивный мужчина. Импульсивный. Бля, ну и тут что-то на дорогом погнало. Лоеви, Барбери, Луи Виттон, Селин, Диор, Гуччи, Фенди, Сан-Лоран, Батагавинета, Хермес. Сука, как вот это читается? Кто-то говорит Эрмэ, кто-то Хермес, кто-то Гермес. Блядь, вот, вы имеете право на один телефонный звонок. Если бы мне сказали, перед смертью, один звонок ты должен, я бы позвонил в Хермес и сказал бы, ты что, ебан? Хоть ты придумал такое название. Все, давайте погнали, Вер. Сейчас посмотрим мультик, как правильно надевать жилет и маску кислородную. Потому что мало ли нужно пригодиться. Все. Смотрите, какая штука. Здесь есть импровизированный дисплей, где ты можешь выбрать фильм и посмотреть. Но просто так посмотреть ты не можешь, его нужно купить. Представляете? А я из бедной семьи, у меня не за что купить. Поэтому кун сидит рядом, заплатил за фильм. А я взял у него наушник и тоже смотрю, поняли? Сэкономил. Профит. Ты пантерка такая. Ребят, знаете, какая самая страшная примета? Это если в полночь черная кошка разобьет зеркало пустым ведром. Пизда, это очень страшно. А какие страшные приметы, знаете, вы. Поделитесь, ребят, поделитесь. Ребятки, как же вы сейчас охуеете? Ну, по крайней мере, я охуеел точно. Смотрите, кальян. Эту капсулку ты вставляешь в калич, и он нагревается без угля. Вот, ты жмешь кнопку. Смотрите, какой он качественный. Как это охуенно выглядит. Нужно просто проверить, как это на самом деле работает технически. Возможно, это полная злопа. Смотрите, даже на трубке ты количество дыма выбираешь. Три полосочки, две. Это просто пи***ц. Для меня это такое открытие. Без угля. Вот такую стационарную штучку домой кинул. Прикиньте. Я куплю эту пи***ню. Клянусь. Если когда-нибудь вам покажется, что вы натворили какую пи***ню, и чувствуете себя круглым долбом, то вспомните меня. Essentials. Fear of God. Вы знаете, да, что это за штаники? Дорогие просто до опи***нения. И что я? А я погладил их, смотри. Погладил нахуй. Штаники нахуй. Еб***ь. Тупорылый, с***ка. Еб***ь. Вы посмотрите. Розовый Ланос. Просто красивенный розовый Ланос. Посмотрите передок его. Еб***ь. А вот Жигули. Жигули шестерка. Еб***ь. Вот это научились делать красавцы вообще на шахалейшая. Что написано? Не трогайте машину. Хорошо. Хорошо. Никогда в жизни. Ребятки, зацените. Это вообще пи***ц. Сколько меж стоит эта дешевка? Триста восемьдесят тысяч. Триста восемьдесят тысяч долларов, б***ь. Ляш руки начинают. Посолить могут, б***ь. Ребят, всем привет. Сидим в ресторане. Ну, я очень понимаю в названиях блюд, знаете. Вот смотрите. Буду вам переводить. Шейк Салман. Это встресни лосося. Еб***ь. Еб***ь. Креветку. Ну, и много разных названий, короче. Ну, я все понимаю. Если ж рукиваю, с умным мебалом, поняли? Типа. Еб***ь. Креветку. Ребятки, у нас сегодня эксклюзивный доступ к уникальной к***е. Вы поняли, кого это, да? Да, это Алишера. Миллион долларов бизнес. И вот легендарный калькулятор. Б***ь, его аж, б***ь, в руках держать. Он, во-первых, тяжеленный, п***ц. Вы понимаете, что это такое? И он действительно рабочий калькулятор. С***а, как такое возможно? Вот так вот просто носить его, прикиньте. Это просто п***ц. Называть ценник этого всего я вам не буду. Это п***ц. Короче, я договорился, Алишер. Вот все. Ну, что-то грин за 400, заберу все. Нормально? А вам паковать? Пакую, конечно. Угу, все, наконец. Смотрите, ребятки. Скажите, еб***ь кайф какой. Б***ь. Салам, братва. Ботаники на месте. А ну, погнали. Видите, оливковое дерево? Прямо с оливочками. А ну, скажите мне, это настоящее дерево или нет? Или паль, е***ная? Вы шарите, а ну. Чесночный хлебушек, посмотрите, с сыром. И окрошечка. И вот это х**ня от мух. Смотрите, какая кайфная. Это, напомню, что у нас? Браморная говядина и трюфель. И подходят еще одни, да? Баранина с говядиной. Зажасемся, может? Ладно. Я еб***ь в рот. Курица с гранопаданным сыром. Как ты меня назвал? С гранопаданным сыром. С гранопаданным сыром. Курица в соусе там-ям с креветкой. Пельмени. Они когда-то закончатся нахуй или нет? Пельмени с лососем в сливочном соусе. А сколько их, б**ть, тут? Пельмени с уткой с грибами в трюфельном соусе. Она до сих пор крякает, б**ть. 14 февраля 2013 года пара из Таиланда установила абсолютный рекорд в поцелуе. Они сосались 58 часов. Без перерыва. 58 часов, нахуй, сосались. Это уже не губы, а желатин, б**ть, у такой синий. Ну, понимаете? Это первый вопрос. Как такое возможно? А второй, как они не пили? Сколько человек может без воды прожить? Три дня, это ж п**та, без воживания. Я могу сосаться, ну не 58 часов, ну минуту могу. Изи. Давайте вместе завалим е**а, друзья. Смотрите, смотрите, смотрите. Ай, е**аный сыр. Спасибо, ремикс ох**енный. Форсаж 3, токинский дрифт. Вы поняли, ребятки, что это за машина? Это именно она, прикиньте. Это не такая же машина, это именно она. Ух, кило, аж руки трусятся. Оля, праворульная. Вот еще одна. Вы поняли, что это такое? Смотрите. Карбоновый кулинар мансовый. Фара с настоящими бриллиантами, посмотрите. Фара, б**ть, с бриллиантами, б**ть. Это п**да. Это, ребята, п**да. О, иконы есть. Но самое главное, что иконы есть, слава богу. Не-е-е-е. А вот, ребятки, это п**дец. Диабло, прикиньте. Волк с Уолл-стрит, помните фильм? Вот то был каунтач, а это еще круче на** машину. Вы понимаете, что это за тачка? Сейчас попробуем ее прикурить, если она заведется, я вообще е**ю. Но сейчас будем пробовать. Сейчас все вместе кайфанем. Вы посмотрите ее задок. Реально трясутся руки, слышишь? Трясутся руки, б**ть, возле этих машин. Потому что это не машина, это история, б**ть. Все, кончил. Оху**ительно приятные подарки продолжаются. Вот, ребятки из Казахстана приехали поздравить. Ну, как поздравить? Вручить картину. Вы посмотрите, шедевр е**аный. Это как я. Царь гусей, б**ть. Спасибо большое. Зацените от 1 до 10. Не дай бог кто-то ниже девятки поставит. Б**ть, я найду каждого. Поехали, рубрика «Оху**ительные новости». 76-летний канадец собирался покакать, но внезапно обнаружил крысу в унитазе, которая бросилась на него и укусила за пальцы. Он обратился в больницу, ему оказали помощь, делали укол от столбняка и отправили домой, но вскоре ему стало хуже. Анализы показали, что он заразился бактериальной инфекцией, передающейся от животных человеку, которая в редких случаях может привести к летальному исходу. У него были признаки сепсиса и отказа органов. Его поместили в отделение интенсивной терапии. Ребят, крыса, на**й, из унитаза укусила за пальцы. Не суйте пальцы в унитаз и проверьте сейчас. Сейчас же сходите в свой дальняк, посмотрите, есть ли крыса. Ребят, это не шутки, на**й. Многие из вас спрашивают, поздравил ли я Джеки Чана, у него сегодня 70 лет. Да, поздравил. У меня же его, б**ть, телега, я ему написал, Джеки с дыры, он говорит спасибо. Что за вопросы, на**й? Если вам это понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте, пока-пока.